Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сердечно приветствую вас, всех военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии. Все вы, лётчики, моряки, военнослужащие органов управления, подразделений специального назначения, разведки, связи и обеспечения, военные советники, действовали слаженно, собрано и чётко. Особые словоприснательности военнослужащим женщинам наравне с мужчинами стойко и с достоинством вы несёте нелёгкую службу. Ваш выбор профессий и жизненного пути вызывает огромное уважение. Благодарю всех вас за преданность Отечеству. Россия гордится вами, гордится своими солдатами и офицерами, которые с высоким профессионализмом и мужеством отстаивают интересы родной страны. Уважаемые товарищи, вы помните, как складывалась ситуация в Сирии в сентябре 2015 года, а тогда значительная часть страны была захвачена террористическими группировками. Ситуация деградировала и ухудшалась. В полном соответствии с международным правом, по просьбе легитимного правительства президента страны, было принято решение о начале нашей военной операции. Причём мы сразу обозначили её цели. Это поддержка законной борьбы сирийской армии с террористическими группами. Также наши действия были рассчитаны по времени на период активных наступательных операций против террористов. Было прямо заявлено, что мы не собираемся втягиваться во внутрисирийский конфликт. Искать окончательное решение, определять будущее страны, безусловно, должны только сами сирийцы. Главной задачей нашей операции был удар по терроризму. Борьба с международным терроризмом справедливая и праведная. Это борьба с врагами цивилизации, с теми, кто несёт варварство и насилие. Пытается перечеркнуть смысл и значение тех великих духовных, гуманистических ценностей, на которых и держится мир. Повторю, основная цель наших действий в Сирии – остановить глобальное страшное зло. Не дать терроризму перекинуться на Россию. И наша страна проявила своё бесспорное лидерство, волю и ответственность. Каких результатов мы достигли? Ваши действия, напряжённая боевая работа в корне переломили ситуацию. Мы не дали разрастить террористической опухоли. Разрушены схроны бандитов, их склады с оружием и боеприпасами. Блокированы маршруты контрабанды нефти, от которой террористы получали основную финансовую подпитку. Мы провели огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии. Об этом я ещё и говорил, выступая в Организации объединённых наций по случаю 70-летия ООН. Укрепили её вооружённые силы. И сегодня они в состоянии не просто сдерживать террористов, а вести против них успешные наступления. Сирийская армия овладела стратегической инициативой и продолжает очищать свою землю от террористических банд. Главное, мы создали условия для начала мирного процесса. Удалось наладить позитивное, конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки, рядом с других стран, с теми ответственными оппозиционными силами внутри самой Сирии, которые действительно хотят остановить войну и найти единственное возможное политическое решение конфликта. И эту дорогу к миру открыли именно вы, солдаты России. Уважаемые товарищи, после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками, объём работы нашей авиации значительно сократился. Количество боевых вылетов снизилось в три раза – с 60-80 в сутки до 20-30. В этой связи созданная ранее группировка с военной точки зрения стала избыточной. Решение о выводе существующей существенной части наших военнослужащих и техники согласовано с президентом Сирии Башаром Асадом, который был заранее информирован о наших планах и поддержал их. Вместе с тем, обращаю внимание, если мы будем фиксировать случаи нарушения перемирия со стороны каких бы то ни было группировок, они будут автоматически исключаться нами из предоставленного Соединёнными Штатами списка. Разумеется, со всеми вытекающими отсюда для них последствиями. В этой связи обозначу задачи, которые будут решать наши военнослужащие, оставшиеся в Сирийской Республике. Повторю, прежде всего, это контроль за соблюдением перемирия, создание условий для политического внутрисирийского диалога. Наши пункты базирования в Сирии Тартус и Эхмимим, личный состав которых продолжит здесь службу, надёжно защищены суши, море и воздухо. Все компоненты развернутой системы противовоздушной обороны, включая комплексы ближнего действия «Панцирь-Ф» и дальнего действия «Триумф-С-400», будут нести постоянное боевое дежурство. Замечу, что мы в значительной мере восстановили и потенциал сирийских ПВО. Все заинтересованные стороны предупреждены и обо всём этом знают. Мы исходим из фундаментальных международных норм. Никто не вправе нарушать воздушное пространство суверенной страны, в данном случае Сирии. У нас создан и эффективно работает, действует механизм предупреждения инцидентов в воздухе с американской стороной. Но все партнёры предупреждены и знают, наши системы ПВО будут применяться по любым целям, которые мы сочтём угрозой для российских военнослужащих. Хочу подчеркнуть, по любым целям. Конечно, и впредь будем оказывать поддержку законному правительству Сирии. Она носит комплексный характер. Это финансовая помощь, поставки техники и вооружения, содействие в обучении, организации и слаживании сирийских вооружённых сил. Это разведывательная поддержка, штабная помощь в планировании операций. И, наконец, это непосредственная, прямая поддержка. Я имею в виду использование космической группировки, ударной и истребительной авиации. Тех российских сил, которые остаются в Сирии, достаточно для решения поставленных задач. Мы продолжим оказывать содействие сирийской армии и властям в их борьбе с так называемым «Исламским государством» и Джабхата Нустра, другими террористическими группировками, признанными, как я говорил, таковыми Советом Безопасности ООН. Наше непримиримое отношение к террористам не поменялось. Каким будет баланс сил, учитывая сокращение российской группировки? Баланс будет обеспечен. Более того, с учётом нашей поддержки, укрепления сирийской армии, уверен, что уже в ближайшее время мы увидим новые серьёзные успехи патриотических сил в борьбе с терроризмом. Вы знаете, что сейчас идут напряжённые бои вокруг Пальмиры на подступах к этому городу. Надеюсь, что эта жемчужина мировой цивилизации, или, по крайней мере, то, что от неё осталось после того, как хозяйничали бандиты, будет возвращена сирийскому народу и всему миру. И, конечно, если потребуется, то Россия буквально за несколько часов способна нарастить свою группировку в регионе до размеров адекватных складывающейся обстановки и использовать весь арсенал имеющихся у нас возможностей. Не хотелось бы этого делать. Военная эскалация – это не наш выбор. И потому мы всё же рассчитываем на здравый смысл всех сторон, на приверженность и сирийской власти, и оппозиционеров к мирному процессу. В этой связи я отмечу позицию президента Большара Асада. Мы видим его сдержанность, искреннее стремление к миру, готовность к компромиссам и диалогам. А сам факт вывода значительной части нашей группировки на фоне начавшихся в Женеве переговоров по сирийскому регулированию – это важный, позитивный сигнал. И, уверен, все стороны сирийского конфликта оценят его по достоинству. Будем работать, предпринимать все необходимые усилия, чтобы в координации с партнёрами содействовать установлению мира в Сирии для того, чтобы избавить многострадальный сирийский народ от террористической угрозы, помочь сирийцам восстановить свою страну. Уважаемые товарищи, вы доказали, что у нас сильные, современные, хорошо оснащённые армией и флот и стойкие, грамотные, закалённые бойцы, способные решать самые масштабные и непростые задачи. За время операции против террористов совершено свыше 9 тысяч боевых вылетов. С кораблей флота по объектам террористов были нанесены массированные удары высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью 1500 км. Причём с акватории двух морей – и Каспийского, и Средиземного, как с надводных кораблей, так и с подводной лодки. Мы гордимся профессиональными действиями наших моряков. Отлично работала и дальняя стратегическая авиация. В том числе были использованы новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью порядка 4500 км. И, наконец, за короткий срок в Сирии, как уже сказал, была развернута современная и эффективная система противовоздушной обороны. Наложено взаимодействие между всеми силами и средствами, организовано толовое обеспечение группировки. Хорошо проявили себя военно-транспортная авиация и суда обеспечения ВМФ. Словом, все важнейшие вопросы снабжения, организации и боевой работы нашей группировки на удалённом театре военных действий были решены чётко, грамотно и своевременно. Что ещё раз демонстрирует качественно возросшие возможности вооружённых сил России. Хотел бы сегодня также поблагодарить и представителей оборонно-промышленного комплекса, рабочих, инженеров, конструкторов. Современное российское оружие достойно прошло испытания и не на учебных полигонах, а в реальных условиях, в бою. Это самая строгая, самая суровая проверка. Такой опыт позволит нам вносить необходимые коррективы, повышать эффективность и надёжность техники, создавать образцы оружия нового поколения, совершенствовать вооружённые силы, наращивать их боевые возможности. Сама жизнь показала, что это гарантия надёжной безопасности нашей страны. Мы должны помнить об угрозах, которые создаются, если мы вовремя чего-то не делаем. Должны помнить об уроках истории, в том числе о трагических событиях начала Второй мировой войны, Великой Отечественной. О том, чем обернулись тогда просчёты в военном строительстве и планировании, недостаток новой военной техники. Всё нужно делать своевременно, а слабость, несобранность, упущение всегда опасны. Конечно, военная операция в Сирии потребовала и определённых затрат. Однако основная их часть – это ресурсы Министерства обороны, деньги Министерства обороны. Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже была заложена в бюджет самого Министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии. А более эффективного способа подготовки, оттачивания военного мастерства, чем реальные боевые действия, ещё никто не придумал. И в этом смысле лучше использовать, расходовать, тратить моторесурс и боезапас в бою, чем на полигоне. И вы, профессионалы, понимаете это, как никто другой. Очевидно, потребуются и дополнительные расходы, прежде всего связанные с пополнением донормативных параметров наших арсеналов и запасов оружия, техники, текущих ремонтов, техники, которые использовались в Сирии. Я уверен, что эти расходы абсолютно оправданы и необходимы, потому что только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить, выявить имеющиеся проблемы и устранить их. Это расходы на укрепление обороноспособности нашей страны, на решение стратегических и текущих задач по обеспечению безопасности России. И всё нужно сделать именно сейчас, чтобы в будущем не пришлось бы заплатить куда более дорогую цену. А цена непростая. И сейчас я буду говорить не о деньгах. Здесь, в этом зале Гелена Юрьевна Пешкова, Валентина Михайловна Черемисина, Ирина Владимировна Позынович и Юлия Игоревна Журавлёва. Вдовы наших товарищей, погибших в борьбе с террористами. Понимаю, что для родных, близких, друзей, боевых товарищей Олега, Ивана, Александра, Фёдора их уход – невосполнимая утрата. Все мы воспринимаем случившееся как личное горе. Поэтому и назвала ваших мужей, отцов, сыновей по именам. И не как верховный главнокомандующий или президент, а как благодарный и скорбящий по этим утратам гражданин России. Наши товарищи до конца остались верны присяге и воинскому долгу. Мы будем помнить об их смелости и благородстве. О том, что они были настоящими мужчинами и отважными бойцами. Уважаемые товарищи, Масштабная военная операция в Сирии продолжалась более пяти месяцев. В сложном регионе, вдали от Родины и в исчезтие исполнили свой воинский долг. Защищали безопасность России и наших граждан на дальних подступах. Задачи, которые ставились перед вами, в целом решены. Части и подразделения возвращаются в места постоянной дислокации, возвращаются домой, в Россию. Хочу отметить в этом зале и для этой аудитории сказать, да и для всей страны. Основная повестка дня в России сегодня – это, конечно, мирная повестка дня. Это забота о развитии экономики в непростых условиях, о сохранении и повышении благосостояния наших людей. Но без обеспечения безопасности, без строительства боеспособных, эффективных современных армий и флота нам не решить ни одну из этих задач. Более того, без этого невозможно существование суверенной, независимой России. И символично, что мы чествуем вас сегодня в легендарном Георгиевском зале, где запечатлена история воинской славы России, её великих радных традиций и триумфов, увековечены имена её доблестных сынов. Здесь буквально всё пронизано победоносным духом российского воинства. Наши солдаты и офицеры вновь показали, что они люди мужественные, благородные, сильные духом. Воины, преданные Отечеству. Благодарю вас за службу. Благодарю всех участников военной операции в Сирии. Спасибо вам. И позвольте перейти к вручению государственных наград. Конечно, мы сегодня не сможем вручить, я не смогу вручить всем. Сделаю это в отношении отдельных ваших товарищей. Но хочу заверить вас в том, что мы знаем о том, как каждый из вас выполнял свой воинский долг перед Родиной. Благодарю вас.